О главных событиях в жизни Калмыкии расскажем в информационной программе День Республики в студии Андрей Санчиров. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация, сложившаяся вокруг дома номер 15 во втором микрорайоне города, на контроле руководителя Республики. Премьер Калмыки Юрий Зайцев заверил, что пострадавшие не останутся с проблемами один на один. Все возможные меры поддержки разрабатывали и на рабочем совещании под руководством исполняющего обязанности сети-менеджера Дмитрия Трапезникова. Все подробности учен Гиза Тихонова. В средней школе номер 17 и Листы прошла встреча председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева с жильцами дома. Пострадавшие рассказали премьеру о своих главных проблемах. Они не могут вернуться в свои квартиры, забрать теплые вещи и предметы первой необходимости. Помимо этого, жители требуют от правительства признать дом аварийным. На что Юрий Зайцев заверил, что люди не останутся с проблемой один на один. Я почему решился, может, вместе подумал. Может быть, как-то разные варианты. Думаем сейчас. Может быть, квартиру снять мы компенсируем. Может, деньги, грубо говоря, давать и жить. Я готов с вами также, ну, там, Дмитрий Викторович, там, я готов по вот, по этапу, там, вот это вычислили, там, или там, или там, слушайте, еще надо, там, уважаемые друзья, надо еще, там, неделю-две, там, покандалазить. Может быть, так. Руководством республики было принято решение о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого собственника жилых помещений. В настоящее время все жильцы пострадавшего от взрыва дома проживают у родственников. Предварительно по предложению Министерства социального развития труда и занятости Калмыкии прорабатывается решение о выплате им компенсации за аренду жилья. Эти и другие вопросы дома номер 15 обсудили на совещании в городской администрации. Исполняющий обязанности главы администрации Листы Дмитрий Трапезников заверил, что, согласно экспертному заключению, по третьему и четвертому подъездам дома номер 15 жильцы могут вернуться в свои квартиры. Все коммуникации подключены, кроме газа. Мы знаем, есть проблема, что ряд квартир выполнен нарушения по газопоплечению, поэтому еще раз выясните, какие такие нарушения есть, как их исправить. Может быть, давайте создадим рабочую группу и посмотрим, сколько необходимо дополнительного финансирования. Люди оказались в сложной жизненной ситуации, и мы тогда возьмем на себя ответственность помочь все ошибки исправить. Также на совещании сообщили, что экспертное заключение по квартирам первого и второго подъездов будет получено не раньше, чем через три недели. Однако городская администрация разрешила жильцам зайти в квартиры и забрать необходимые вещи. Людям предоставлены транспорт и услуги грузчиков. Составлен график, чтобы жильцы по очереди могли безопасно забрать вещи из квартир. Также жильцам первого и второго подъезда был предложен вариант компенсации арендованного жилья. Дмитрий Трапезников подчеркнул, что пока все пострадавшие не будут обеспечены необходимыми условиями, такие рабочие совещания будут проводиться ежедневно. И как только будет получено экспертное заключение по всем четырем подъездам, на его основании примут решение о его восстановлении или демонтаже. У нас было совещание с главой республики и с премьер-министром. Сегодня утром повторно у меня встреча была с Зайцевым и с премьер-министром. Мы получили указание по поводу того, что мы решали формулу, как людей расселять. И вот пришли к тому, что мы предоставлять будем возможность, что люди могут самостоятельно снять жилье в городе, а дальше мы будем компенсировать им оплату. Сейчас мы должны отработать регламент, как эти деньги будут оплачиваться, какие необходимые документы. Вот собственно об этом я на совещании проговаривал. В заключении напомню, что для жителей пострадавшего дома круглосуточно работает горячая линия 8-800-201-14-41, приемные главы администрации листы 3-8307, отдел приема граждан 4-02-16. Представители администрации отметили, что по всем возникшим вопросам звонить в любое время. Чингис Тихонов, Игорь Манджиев, Ачар Угушаев, Анатолий Коженбаев, информационная программа «День республики». Итоги работы судебного корпуса Калмыхии за 2019 год подвели на пресс-конференции председателя Верховного суда Валерия Петренко. Как стало известно, количество рассмотренных дел увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом. По-прежнему наиболее распространенными остаются нарушения правил дорожных движений, а также незаконный оборот наркотических средств. Также увеличилось и число уголовных дел. 9,5 тысяч материалов находились в делопроизводстве. Судами районного звена с участием присяжных заседателей рассмотрено 10 дел в отношении 15 лиц. Возросло также число гражданского судопроизводства. Это было условлено увеличением споров, связанных с исполнением кредитных обязательств. Общая сумма удовлетворенных требований составила более миллиарда рублей. Увеличилось и число жилищных споров. Их рассмотрено около 5 тысяч. Судами всех инстанций было рассмотрено 83 253 судебных дела, что на 9,5 тысяч больше, чем в 2018 году. Из них Верховным судом Республики было рассмотрено 5 856 дел, или 7%. Районными судами было рассмотрено 17 088 дел, или 21%. И подавляющее большинство дел было рассмотрено мировыми судьями. Их было рассмотрено 60 309 дел, или 72%. Кроме того, Валерий Петренко отметил, что в прошлом году была расширена компетенция высшей квалификационной коллегии судей. А с 1 октября заработали касационные и апелляционные суды общей юрисдикции. Глава Верховного суда России Вячеслав Михайлович Ребедев, 12-13 февраля у нас была итоговая конференция по результатам работы судов Российской Федерации. И он, подводя итоги, отметил, что за вот этот период работы, с 1 октября до 31 декабря прошлого года, он отметил, что число касационных жалоб по горожанским делам было удовлетворено на 14%, это в три раза больше, чем в первом полугодии 2019 года, когда в президиуме Верховных судов, субъектов и областных всего лишь отменяли 5% таких жалоб. В порядке административного судопроизводства, также он отметил, что было удовлетворено за 3 месяца 17% жалоб, это в 4 раза больше аналогичного периода 2018 года. Бизнес Калмыкии в прошлом году получил максимальный объем кредитов за последние 6 лет. В прошлом году сумма составила почти 6 миллиардов рублей, это максимальный размер показателя с 2013 года. Корпоративный портфель вырос почти в 1,7 раза. В отраслевом разрезе наибольший удельный вес приходится на кредиты заемщиков из сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также сельского хозяйства. Поддержку рынком корпоративного и розничного кредитования в прошлом 2019 году в большей степени оказали решение Банка России о снижении ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитной политики позволило банкам предлагать более выгодные для заемщиков процентные ставки и способствовало повышению интереса бизнеса к кредитам. Продолжаем выпуск. Животноводы Республики готовятся к приему молодняка. В текущем году в расплодную компанию войдет более 300 тысяч коров и нителей и почти 2 тысячи овцематок, а также свыше 10 тысяч конематок. В хозяйствах Республики начались подготовительные работы. Сегодня для кормления маточного поголовья у фермеров в среднем заготовлено по 5-6 тонн концентрированных кормов, достаточное количество качественного сена, соли и мела. К приему молодняка проводится ремонт и побелка помещений. Идет подготовка необходимого инвентаря, дисбарьеров, подстилочного материала и обновление запасов ветмедикаментов. Во всех категориях хозяйств в текущем году планируется получить не менее 85 телят от 100 коров и нителей, 100 ягнята от 100 овцематок и 75 жеребят от 100 конематок. В Калмыкии проходит 4-й региональный чемпионат рабочих профессий. В нем принимают участие более 150 человек. Соревнования проходят в 17 компетенциях. Ветеринария, геодезия, медицинский социальный уход, веб-дизайн, мобильная робототехника и другие. Более 100 экспертов, в том числе федерального уровня, оценивают работы участников. Всего 6 площадок. Одна в Городовиковске и пять в Элисте. Также в рамках чемпионата проходят соревнования «Навыки мудрых» для специалистов от 50 лет. Сегодня Министерством социального развития труда и занятости Республики Калмыкия совместно с Министерством образования Республики Калмыкия проводится ярмарка вакансий для граждан лиц старше 50 лет в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках работы ярмарки вакансий у нас представлены более 20 работодателей, наиболее крупных работодателей Республики Калмыкия. Видите, участников очень много, около порядка более 50 участников, именно граждан старше 50 лет. В рамках ярмарки мы также оказываем консультационную помощь по поводу профессионального обучения и повышения квалификации граждан именно 50 и старше. К другим темам. Минувшие выходные в Калмыкии были насыщены спортивными событиями. В Элисте прошел первый чемпионат Южного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин памяти директора Республиканской школы борьбы Иннокентия Кузьмина. Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов округа. Стоит отметить, этот чемпионат стал для борцов отборочным этапом в предолимпийский чемпионат страны, который пройдет в Луна-Де в конце апреля. Нашу республику на турнире представляли 20 спортсменов. Из них весовой категории до 57 килограммов призерами стали Геннадий Ачиров, он занял второе место, третье у Максима Менгяева. Игорь Ефремов завоевал бронзовую медаль весовой категории до 61 килограмма. Шалбуров стал серебряным призером категории до 65 килограммов. Еще одним обладателем второго места признан Ачир Горяев. Прибыли самые сильнейшие представители своих регионов. У Луна-Де будет проводиться у нас чемпионат России, отборно-олимпийские игры. И это первые и вторые места. Это, по-моему, вторые тоже по рейтингу мы проходим. Так что человек в два-три будут участвовать наши спортсмены. Завершился первый этап открытого кубка ДОСА в Калмыкии по мотокроссу, посвященный 75-летию победы советских войск в Великой Отечественной войне. Гонки проходили возле окружной дороги, недалеко от села Вознесеновка. За ходом соседаний наблюдала и наша съемочная группа. В республике ежегодно проводятся соревнования по мотокроссу. Однако нынешнее первенство, посвященное в годовщине Великой Победы, значительно масштабнее. Побывавший на мотокроссе глава республики Батухасиков поздравил присутствующих с праздником, отметил, что мотоспорт в Калмыкии будет развиваться. Всем мы прекрасно знаем, и хочется об этом в очередной раз напомнить, что у Калмыкии очень богатая история относительно и мотобола, относительно и мотокросса, и спидвэя. И, знаете, мне кажется, что в Калмыкии есть все возможности. Я говорю о природных возможностях, об истории, чтобы эти виды спорта поддерживать и развивать. Заслуженный мастер спорта СССР по мотоболу Николай Белявцев считает, что проведение открытого кубка по мотокроссу стало первым серьезным шагом в развитии мотоспорта в республике. Он предложил создать калмыцкий мотоклуб и приобрести мототехнику, поскольку все элистинцы выступали на своих личных мотоциклах. Спасибо всем участникам. Мы, конечно, получили порцию от рельена, выполнили молодость свою. Попробовали трассу, и прекраснейшая трасса. Она соответствует трассу, действительно, выступать уже великим гонщикам. Конечно, большой праздник. Почему? Потому что все-таки этот мотокросс посвящен 75-летию нашей окончания войны. Гонки на мотоциклах разной мощности прошли на песчаной трассе протяженностью 1100 метров. В мотокроссе приняли участие 10 команд из регионов Южного и Северокавказского федеральных округов, а также спортсмены из Азербайджана и Казахстана. Всего на трассу выходило до 100 участников. Среди них были как взрослые спортсмены, так и дети. Самые юные гонщики в возрасте от 8 до 12 лет приняли участие в заездах класса 65 кубических сантиметров. Дети в возрасте от 12 до 14 лет были определены в классе 85 кубических сантиметров. В классе 125 соревновались юноши 14 лет. В классе Open состязались юноши с 15 лет. А в классе мастер взрослые спортсмены от 40 лет и старше. Отдельно прошли заезды на кадроциклах для ребят разных возрастов. Калмыкии в гонках представляли спортсмены, выступавшие в классах 65 и 85 кубических сантиметров. Двое в классе мастер, в классе любителей было заявлено 3 человека. Ну, гонка очень хорошо прошла. Наша команда порадовала. Мы сейчас пока на лидирующих позициях даже выше, чем ожидали от своих спортсменов. Наша команда вошла в четверку сильнейших. Чемпионами стали представители Пензенской области. На втором месте Ростовчане. На третьем команда Ставропольского края. На четвертом сборная Калмыкии. В классе 65 кубических сантиметров элисинец Дмитрий Ментюков стал вторым. Его успех в классе 85 кубических сантиметров повторил Елисей Курдюков. Его отец, капитан команды Элисты Михаил Курдюков в классе 250 кубических сантиметров стал четвертым. Еще четыре калмыцких мотогонщиков вошли в десятку сильнейших. Игорь Манджиев, Бадмак Алдаев, Владислав Бадмараев. Информационная программа «День республики». Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки» и Ростелекома. На сайте Рия Калмыкия специальные вкладки. На этом у меня все. Далее прогноз погоды на завтра. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. В ближайшие сутки в Калмыкии ожидается ясная погода. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью 0, плюс 1, днем 10-12 градусов тепла. В Элисте ночью 0, минус 2, днем плюс 7, плюс 10. В последующие двое суток ожидается небольшое повышение температуры воздуха. Сохранится ясная погода без осадков. Сохранится ясная погода без осадков.